всем привет ребят сегодня мы будем разбирать талантик утекания кому его можно ставить для чего если смысл вообще его ставить или актуален он на сегодня ну талантик очень своеобразный на 88 он восстанавливает очки жизни на 15 процентов с каждой атакой то есть на 15 процентов от вашей жизни некоторые герои в жизни дохренищи но этот талант не нужен у некоторых героев жизни очень мало этот талант нужен на сегодня скажем так он не такой актуальный как был раньше единственной где его применять это архидемон то есть больше фактически его нигде не применяю смысла просто нет питомцы отхиливают неплохо вариантов других талантов для героев есть очень много более универсальные таланты есть сам по себе талантик до хорош но применение особо ему кроме архидемона у меня например на аккаунте нет возможно вы где-то его использует в некоторых локациях на черепе например но опять же все щиты сейчас снимаются все можно снять либо питомцем либо героем и ваш герой просто не успеет отхилиться его снесут без дефа поэтому сейчас более как бы в цене давные таланты такие как каменка там ожог варианта есть стойкость даже тоже ставите в кубок тоже отхила будет немерено плюс питомец то есть будет получше поставить и утекание да он будет там восстанавливать себе много жизни ну а толку у него дефа нет так сейчас я вам покажу на ком у меня стоит расскажу вкратце и потом покажем потестирую так создать команду первое химера у меня была она с тяжелым ударом как вы знаете многие не знают спрашивают почему тяжелый удар ставится на архидемона потому что он наносит дополнительный удар также как и замедление то есть ваш герой бьет срабатывает тяжелый удар и дополнительный удар есть слабо срабатывает замедление еще дополнительный удар для химера я поставил утекание для архидемона с отражением будет он покажу вам как его бить принципе я уже показывал тактика с ней зашла горгул с утеканием тоже для архидемона был сейчас я его не использую но допустим если у вас есть такой горгул вы можете смело его использовать ставить в крит и он не будет себя убивать ведьма опять же тестировал на архидемоне с отражением убрал не актуально смысла нет убивается все равно даже с 8 лучше стойкости и ставить ой говорю тыква ведьма тыква однозначно да именно тыква там и тащит с утеканием ставите тыковку с утеканием ставите воодушевление рунами и вперед и она себя не убивает разгончик есть все отлично так дальше череп есть вариант черепа с утеканием на архидемона с отражением на пвп локации тоже неплохо смотрится опять же щит снимают беспонтово на архидемона можно попробовать другие талантики ставить у него работает щиты не обязательно иметь утекание даже рунами можно не ставить арктика однозначно на архидемона с отражением чтобы не убивалась только такой талантик если тыковка будет под разгоном только так только утекание родина прокачал специально для теста таланты ему вообще бесполезные возможно как-то попробуем на битве гильдии попробовать посмотреть как она будет восстанавливать будет неплохо но тоже смысла не вижу пишите комменты если хотите увидеть такого ронина в действие на б.г. пишите посмотрим ворожай тоже такая же прокачка для пвп локации еще честно говоря не тестировал и плюс архидемон пока точно не скажу не знаю жизни у него мало не знаю или будет тащить ну и хранитель для лабиринта для пвп локации тоже в частности тоже интересная сборочка жизнь немного отхил бешеный так еще тот сказал про лабиринт тоже такая локация в которой есть гоблины с отражалками есть такие варианты что вас там выносят очень сильно вот я себе тоже подбираю то есть то же самое тот же самый горгул тыква арктика ворожая там хранитель череп и прочие они собираются для того чтобы не так быстро выбивались потому что есть варианты с отражением очень проблемным так что еще что еще 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 кому можно поставить некоторые ставят смерти вроде как бы неплохо но я честно говоря все таки приветствую бог войны но вариант есть ставить на смерть некоторые ставят на фею тоже ее используют на битве гильдий я не знаю ли есть такие еще пишите плюсики в комментах так 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 дальше можно влепить на франки но особо это его не спасет на биг фута тоже то есть талант сам по себе да он восстанавливает много но он полностью убирает защиту а засчитаны сегодня все-таки самое топовое должна быть так фрея однозначно можно ставить пробовать ребят там прочее нафиг не надо драйку ставили драйка прикол в том что у него есть защита тоже неплохо заходят когда активируется защита он все время себя хилит жизни у него тоже хватает ну была мысль на вольтов поставить не захотел так артику показывал также вариант есть натасу как и на черепа поставить тоже неплохо вроде себя будет показывает но опять же снимается полностью и щит и нафиг он не нужен такой герой было даже на этом на анубисе ну тоже как бы смысла не вижу стрелок а забыл еще у меня есть такой вот призрачный всадник по моему если я не ошибаюсь в облике потому что я вечно их путаю для него тоже прокачал на 88 так как он еще дает от хилл для лабиринта прокачал и использовала на архидемоне с отражением одержимому смысла нету была мысль тоже возможно поставлю на некраса потестировать арену тоже смысла нет у него и так от хилл есть дерево однозначно нет в принципе все и как в действии сейчас вам покажу кого-то героя поставлю так кто там у нас горло например убежали давно я уже горбура на базу не ставил вообще не смотрел на него так смотрим то есть вот видите зелен 299 там его немножко покосали он сразу себе от хилл для него возможно возможно ужас просто не успел даже добежать так надо кого-то поинтереснее найти то так сливают как нубаса ну давайте черепа попробуем блин череп арктику сейчас мы от стрелка от хватим пизды вот его бьет смотрите пятьдесят восемь тысяч 66 это был от хилл наверно но это опять же не точно то есть 15 процентов от здоровья хилит ну что-то я сомневаюсь хотя там доспех он невероятно вот вся суть таланта данного когда-то да он был офигенный топовый сейчас же опять так стрелок ударил вот 10000 от хилл давай хелься у стрелок режет от хилл то есть есть да вот опять же столкнулись сразу же есть куча талантов которые режут там чара режут ваших стрелок стрелок от хилл режет и все и ваш герой вот сейчас посмотрим сколько там стрелок на двенадцатом урезает уровень лечения на сто процентов на две четыре секунды то есть попал стрелок его сразу минус половина в два раза просто режется в два поэтому как бы особо смысла над таким талантиком он был классный на черепе череп плюс там корка череп плюс разброс ну корки еще тогда не было был там разброс и вы хрен его бы слили потому что с него невозможно было снять умение на сегодня все умения снимаются определенными героями чарами и прочим и тоже ваще реп остается просто голым и ничего сделать не может то же самое у тассы происходит до любого героя которому вы поставите утекание дофа не будет до жизни конечно у него будут прибавляться неплохо там возможно на факелах еще можно его использовать но на пвп локациях это особо вам эффекта никакого не даст на время поставить можно но опять же его качать смысла вообще не вижу то есть вот такой вот у нас есть сейчас мы ничего себе у меня третий психо щит даже завалялся сейчас мы поставим еще руны исцеления на него сейчас проверим черепа так мы не проверим блин давайте тут проверим если вы конечно не высчитают сразу смотрите как как жестко 74000 он с руки вот видите его сразу же сразу же его просто убивают хоть он от дает 74 он не успевает вот так вот поэтому не знаю делайте выводы уже делайте сами хотите ставьте хотите не ставьте на время можно ставить но я показал героев для которых он необходим на архи демона на сегодня это актуально в пвп локации прочее ну нафиг не надо чисто ради и архи демона вливать в него кучу кулаков если у вас есть возможность ролить в пиратке сокровищницы пирата то пожалуйста прокачиваете тестируйте я просто уже это все прошел и говорю что талантик только на архи демона хорош там либо на героев с отражалкой еще тащит лабиринте там нахлопленов которые дают отражение атак как и многие таланты он уже свою отжил к сожалению возможно где-то он нам нужен будет еще посмотрим у нас как вы знаете все меняется каждый каждую обнову приходится роли с одной стороны в другую и так все время поэтому поживем посмотрим все пишите коменты подписывайтесь на канал обязательно участвуйте в конкурсах делайте лайки репосты всем пока всем по по талантикам самым топовым за бесплатку конечно же через сам все всем пока